Два века в металлургии. Это про династию Осиповых. Ее представители и сегодня продолжают семейное дело. С чем все начиналось и каких успехов добились, расскажем в сюжете. Уже вышла статья про нашу трудовую династию. На фотографии изображены мы с мужем, наши дети и папа и мама моего мужа. Два века общего стажа на несколько поколений новотрубников. Трудовая династия Осиповых начинается с 1955 года. Ее основатель, столяр Егор Осипов, проработал на заводе почти 40 лет. Сегодня его потомки участвуют в конкурсе династии, который проходит в Первоуральске каждый год накануне Дня Металлурга. Людмила одна из тех, кто продолжает семейное дело. Работает на Первоуральском предприятии без малого 20 лет. Сейчас отвечает за проекты по охране труда. Моя работа очень интересная, творческая, разнообразная. Потому что заниматься проектами всегда интересно. Каждый день для меня новый. Каждый день у меня какие-то новые задачи появляются. И, собственно, это мне и нравится в моей работе больше всего. Муж Людмилы и внук основателя династии Дмитрий тоже работает на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. Пришел в металлургию без малого 20 лет назад и сейчас занимает руководящую должность в одном из передовых цехов. Планов очень много на самом деле. Пока молод, пока есть силы, хочется развивать цех. Хочется добиваться высоких показателей по производству. Сами Осиповы говорят, умеют и трудиться, и отдыхать. Если представители династии собираются за одним столом, обязательно жди разговоров о работе. Все праздники справляем, дни рождения. Собираемся у нас в саду, баня, шашлыки. Обсуждаем дела, как жизнь в нашем предприятии. Время остается и на увлечения. Например, представители разных поколений трудовой династии нередко соперничают за одной шахматной доской. Ну, шахматы – это древняя игра, которая многих людей увлекала своеобразная разминка для ума, чтобы мозги не закисали. В семье подрастают двое сыновей. Осиповы надеются, что это будут достойные продолжатели их трудовой династии. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий. Новости. Первоуральск.